Всем привет! Добро пожаловать на канал Roblox и Lua для всех! На сегодняшнем занятии я постараюсь очень коротко, но подробно еще раз рассказать про случайные числа. Нам это занятие нужно для освежения памяти перед следующим уроком про магазины. Я расскажу как получать не целые числа, целые числа, как получать случайные элементы из таблицы и так далее. И на примерах уже как мы их можем использовать в игре. Например, вот этот Peppy мне поможет выдать случайному игроку. Мы подключимся, допустим, три игрока подключатся и случайный из этих игроков получит определенную вещь. А вот этот Peppy поможет мне получить случайную вещь со склада или из магазина. Например, можно так сделать лутбокс. Вы в магазине покупаете лутбокс, потом игрок его открывает и в этом лутбоксе будет одно из трех видов оружия. Например, этот грустный Peppy нам тоже поможет. Как делать выбор, как делать те или иные действия в зависимости от выпавшего случайного числа. Давайте посмотрим. Запустим. И давайте посмотрим на нашего первого помощника. Вот на этого Peppy. И нам нужно будет окошечко с Output. Мы печатаем текст. Я кликаю и мне пишут служебные сообщения, которые в принципе в игре не нужны. Когда вы сделаете игру, не забудьте все эти сообщения удалить. Они замедляют работу сервера. Немножечко. Так. Ну тут написано, что кто кликнул. И мы получаем числа случайные. От нуля до единицы. Не целое число. Дальше получаем набор из трех целых чисел. Давайте покликаю и мы посмотрим, что же там. Смотрим. В начале число от нуля до единицы. Получается все время разное. Так. Дальше получается либо число, либо два. Либо один, либо два. Один, один, два, два, один, один. Окей. И дальше числа от десяти до двадцати пяти. И кстати, вот это число от десяти до двадцати пяти потом я делаю высотой этого парта. Дальше. И получаю еще случайное имя. У меня есть вот такая вот таблица с именами. Получаю случайное имя. В зависимости от выпавшего числа. Итак, смотрим. Скрипт очень простой. Вот эти вот вещи, которые я сейчас выделил, я не объясняю. Это просто клик-детектор. Сто раз уже говорил. А будем смотреть на вот этот код. Ну давайте еще сначала посмотрим на табличку. Peppy.nic. Это ники нашего Peppy, которые могут случайно выпасть. Итак, вот эта строчка. Такой формат вызова функции math.random, скобка-скобка, без указания, без передачи каких-либо аргументов в функцию, всегда возвращает число, не целое, от нуля до единицы. Ну вы, наверное, видели. Да, вот пример этого числа. Дальше. Следующее число получаем от единицы до двух. Если мы всего один параметр функции используем, значит передаем аргумент всего один, в данном случае двойка, то эта функция начинает возвращать случайные числа от единицы до значения, переданного в эту функцию. Ну в данном случае от одного до двух. Если я здесь напишу тройка, то нам будут возвращаться числа один, два или три в случайном порядке. Пусть будет один, два. Дальше. Если мы запускаем функцию и передаем два аргумента, то получаем числа от меньшего числа до большего. Целые числа. Как же я получаю случайное число из таблицы? Все очень просто. Помните в языке луа такое выражение решетка и дальше имя таблицы, оно возвращает число. Число элементов. Раз, два, три, четыре, пять. Значит здесь подставляется пятерка. А как вы знаете, что Math Random запущенный с одним аргументом, пятеркой допустим, он выдаст нам значение 1, 2, 3, 4, 5. В любом порядке. По очереди будет выдавать в любом порядке эти значения. Ну и естественно, что если мы будем обращаться к нашей таблице, табличка с именами, и в квадратных скобках будем указывать номер элемента, то нам будет, нам табличка вернет значение, которое лежит по тому или иному индексу. Так, ну и все, дальше идет печать на экран, вывод этих чисел и вывод ника нашего пепи. А здесь я меняю просто высоту нашего парта. Здесь все понятно, запускать заново не буду. Дальше давайте запустим и посмотрим следующий пример. С числами, выводом чисел, ну на самом деле в игре вам выводить числа, наверное, редко придется. Вообще сомневаюсь, что придется выводить. А что-то такое придется делать. Ну помните, мы говорили про генерацию, например, полосы препятствий или уровня. Вот давайте кликаем на этот блок и получаем. Либо цилиндр, который не падает, я его закрепил. Либо шар. Я побыстрее буду кликать. Ну здесь всего три варианта. И потихоньку далее. Все это уходит, уходит, уходит. Понятно. Давайте посмотрим, как сделан код. И как мы выбираем. Что нам делать. Так, вот у меня есть скрипт. Он в PartClick3 находится. Так, давайте посмотрим. Так, игроков можно здесь было не получать. Вот так. Ага, у меня здесь подсказка. Мы сейчас попробуем этот код немножко изменим. Давайте сначала разберем, а потом изменим этот код. Увеличим шанс выпадания, например, чтобы шары выпадали в четыре раза чаще, чем остальные фигуры. Так. Итак, это понятно. Это опять клик-детектор и вывод, какой игрок кликнул. Создаем детальку с помощью инстанца. Указываем ее позицию в пространстве. Сдвигаем позицию по координате х. Это для того, чтобы они не на одном месте генерировались в кучу малу, а потихоньку уходили вдаль. Здесь, дальше, 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 дальше. Ну, как вы видели. Так, с этим кодом разобрались. Все очень хорошо. Дальше, я загадываю случайное число. От единицы до трех. Ну, как вы уже помните. И вот у меня три варианта. Как мы сравниваем, что нам делать. Если r равно единице, то делаем то-то. Создаем, точнее, у созданной вещи, уже у созданного парта, мы меняем форму на шар, болт, размер меняем 5 на 5 на 5 и красим в красный цвет. Иначе, если выпало число двойка, то мы тогда делаем кубик размером 8, 8, 8 и окрашиваем его в зеленый цвет. Ну, а иначе, иначе я здесь сравнение уже даже не делаю, потому что мы знаем, что он выдает от 1 до 3. Хотя можно написать if else error чему-то там равно и продолжать дальше ваше сравнение. Не обязательно у вас в игре будет 3 каких-то варианта. Может быть 2 варианта или 20. Ну, когда уже 20, тогда придется лучше пользоваться табличкой. Как мы, например, выбирали имена. В эту таблицу можно положить функции, которые будут вызываться и выполнять то или иное действие. Ну, урок сегодня простой, поэтому я вам только идею подсказываю. Так, дальше. Ну, делаем цилиндр. И цилиндр мы еще, вот строчка отличается от всего остального. Здесь мы его желтый цвет красим. И дальше мы цилиндр еще якорьком закрепляем, чтобы он не падал. Потому что на самом деле цилиндр падает и укатывается. Так, все ясно. Равные шансы выпадания либо единицы, либо двойки, либо тройки. А давайте сделаем так, чтобы у нас вот такая вот штучка здесь была. Шансы. Шансы, чтобы единичка выпала. Ну, смотрите. Здесь может выпасть не число, а элемент из этой таблицы. Один из шести. Здесь всего шесть элементов. Значит, в половине случаев будет выпадать единичка. Дальше. Меньше уже, чем половина. В два раза больше шанс выпасть. Ну, точнее, я вам не буду сейчас про шансы. Давайте посмотрим, визуально это вообще нам будет видно или нет. Так. Используем переменную шанс. Как же ее сделать? Мы ее делаем вот так. Шанс. Квадратная скобка открывается. Квадратная скобка закрывается. Но у нас не три элемента. Чтобы не ломать голову и не просчитывать всегда, мы воспользуемся решеткой и на переменной таблице. И сколько в ней чего-то лежит сейчас. В принципе, мы в следующих примерах, где получаем оружие или выбираем игрока, мы тоже работаем с таблицей. Но таблица нам будет уже с помощью роблокса выдаваться, с помощью функции getChildren. Сейчас мы к этому подойдем. Так. И все. Кто понял, как работает эта строчка, молодец. Кто не понял, объясняю. Сначала вызовется эта функция. Но перед тем, как она вызвалась, сначала вычислится вот это выражение. Это выражение, решетка, шанс, оно посчитает количество элементов, в данном случае 6. И вместо выделенного текста здесь будет шестерка. И нам выдадут случайное число от 1 до 6. Дальше в квадратные скобки это число подставится. И, соответственно, элемент этой таблички мы получим. Кстати, мы можем дописать хоть миллион. Ну, вот здесь продолжать. И нам код уже не придется переделывать. Понятно, да? Так. Давайте запустим код и увидим, что у нас все работает. Отлично. Уже с определенными шансами. В играх это очень часто используется. Не только в Роблосе, а много где. Например, выпадание вещей из какого-нибудь вашего гоблина-зомби. Вы делаете так, чтобы из него какая-нибудь ложка деревянная выпадала в два раза чаще, чем набор каких-то других элементов. Итак, кликаем. Что мы там сделали? Я не помню. Первый элемент. Так как здесь числа действительно случайные. Проводите эксперименты сами. На глаз довольно тяжело определить. Но мы можем схитрить. Знаете, как отлаживают код? Кто нам мешает сделать вот так? Это я закомментировал, чтобы потом эту строчку заново перенести в табличку. Я в таблице оставил только первый элемент. Что сейчас нам будут выдавать только его. Так что если я буду кликать, то будут только шары. Так. А что если я сделаю вот так? А здесь двушечку. Так. А здесь двушечку. Выпала все-таки наша двушечка иногда. Но вы поняли, что все эти шансы работают. Пишите свои скрипты. Сами проверяйте, как все работает. Будьте молодцами. Так. Этот урок можно будет загрузить по ссылке под видео, как всегда. После его появления на YouTube. Так. С этим разобрались. Переходим уже к интересным вот этим двум вещам. Я думал, в каком порядке объяснять. Ну давайте вот в этом. Потому что код, возможно, там проще. А возможно и нет. Так. Этот скрипт, вот когда мы кликаем по этому, по парту, парт клик 3. Он нам должен выбрать случайного игрока, который сейчас находится на сервере. Выбрать и дать ему конкретно пистолет номер 1. Кстати, где у нас лежат все эти пистолеты? Вы знаете, чтобы читеры не читерили, эксплойтеры не эксплойтерили. Мы все вещи стараемся. Ну не стараемся, а вещи в любом случае нужно размещать. Так, здесь, кстати, какой-то у меня скрипт. Я его удалю. Имеет отношение к руку. Так вот. Сервир сторож. Это то, что хранится на сервере. На сервере у меня хранится 3 тула. Пистолет 1, пистолет 2, пистолет 3. Вы можете любые сюда сбросить, можете добавить. А, я сделал еще папку Random Tool. Ну, чтобы они в куче не валялись. Для разных состязаний, для разных плейсов или чего-то там. Можете создавать свои папки. Это очень удобно, чтобы у вас все было не перемешано. А потом я их клонирую, когда раздаю игроку. Я делаю клон вот этой вещи. И родителям этой вещи делаю того игрока-счастливчика, которому это выпало. Итак, посмотрим код. Получаем ссылку на службу игроки. Это нам нужно для того, чтобы получить всех игроков, кто сейчас подключен к игре. Ссылку на сервер сторож, где у нас лежат вот эти вот инструменты. Random Tools. Это я уже дальше обращаюсь к серверу сторож. Жду, пока там появится эта папка. Скорее всего, она сразу там уже есть. Ну, в любом случае. Теперь у меня есть ссылка на эту папку. Теперь ссылка на папку ничего не дает, пока я не использую функцию GetChildren. А, ну, ребят, я вам уже начал. Здесь нам это не нужно. Нет, ладно, нужно. Мы GetChildren у Random Tools не делаем. Это в следующем скрипте будет. Итак, рассматриваем. Игрок такой-то кликнул по этому парту. Ок. Получаем табличку всех игроков с помощью функции GetChildren. Players с большой буквы. Двое точек GetChildren. И у нас в Players с маленькой буквы появилась табличка. Только вместо имен, типа пепушек всяких, у нас теперь там наши игроки лежат. Здесь я в цикле просто вывожу от одного до количества найденных игроков на экран в Output Window. Ну, это для отладки, чтобы мы посмотрели, видит наш скрипт всех игроков или нет. В игре вам это и вообще, в принципе, эти строчки не нужны. Это я вам для урока просто скажу. Ну, а теперь вот основной код. Все это можно написать в одну строчку. Я специально разнес это на 4 строки, чтобы было более понятно. Итак, получаем случайное число. Случайный номер игрока от одного до количества игроков. Как я это делаю? Точно так же, как с никами Пеппы. Использую решетка. Дальше имя, где у нас табличка лежит. И все. Получаем число от одного до максимального номера подключенного игрока. Теперь давайте выберем, получим ссылку на этого счастливчика. Lucky Player. Счастливый игрок. Из таблицы по индексу n, случайному, получаем ссылку на этого игрока. Теперь получаем инструмент. Ну, как я вам уже говорил, мы всем раздадим конкретный первый пистолет. Поэтому из папки с названием RandomTools я сразу пишу .gun1, клонирую его. У меня вот здесь переменный клон этого инструмента. Так, ну и теперь как положить в рюкзак нашему счастливчику. В родителя нашего пистолета Tool.Parent мы заносим рюкзак нашего игрока. Можно было написать так. LuckyPlayer.Backpack. Но вы знаете, что игрок мог подключиться в данную секунду. И кто-то в этот момент кликнул на ту часть, и у нас игра может вылететь. Может зависнуть. Поэтому вот такая подстраховка не помешает. Оно что делает? Оно ждет, когда в игроке подгрузится его рюкзак. Если медленный интернет. Вот он у игрока подгрузился. Все нормально. И мы теперь туда можем... А, ну туда уже сразу прыгает этот инструмент. А здесь мы просто печатаем строчку, что вот такой-то счастливчик получил пистолет один. Все ясно. Давайте я не буду запускать этот скрипт. Я его потом запущу вместе вот с этим скриптом. На самом деле я, по-моему, вначале вам уже показывал. Открываем следующий пример, последний. И урок на этом у нас заканчивается с примером. Кстати, спасибо за донатчики. Без донатов уроков бы стало все меньше и меньше. Такс. Этот скрипт еще проще. Потому что нам не нужно игрока случайного выбирать. Итак. Все то же самое. Первые строчки. Вот здесь тоже все понятно, что кто кликнул. А вот сам код интересный только здесь. Итак. Теперь получаем случайную... Случайный... Случайный... Точнее нет, ребята. Мы сначала получаем табличку со списком всех этих тулов. Вот. С помощью ссылки на Random Tools. На вот эту папку. Видите? Помните, как в прошлом скрипте мы делали. Получаем всех его детей. GetChildren. И нам возвращают таблицу. Там будет GAN1, GAN2, GAN3. Но только не имена, а прям сами тулы целиком лежат. Итак. У нас список этих инструментов. Всех. Если я добавлю сейчас здесь четвертый, то будет аж 4. Кстати, можно попробовать. Код написан так, что он не зависит от того, какое количество у вас инструментов. Вы можете, например, 100 разных пистолетов или смешать инструменты, ключи, какие-то пассы и так далее. Все будет работать. Так. В следующей строчке уже известным нам способом получаем случайное число. Потом с помощью этого случайного числа мы получаем нужный инструмент из этой папки. И клонируем его. Теперь нужный инструмент у нас переменный тул. Теперь в родителя нашего выбранного случайного инструмента заносим того человека, который кликнул. А кликнувший игрок, вот он передается функции у нас параметра. Функция, которая в маус клик, вот у нас идет первым параметром. Тоже ждем его рюкзачок, чтобы не зависло. И все. Запускаем. Сейчас протестируем. Кстати, ребята. В третьем скрипте, это мы сейчас четвертый смотрели. Давайте сначала четвертый посмотрим. Вот видите, у меня игрок еще не подкрузился. Кликаю, кликаю. Так. Пистоль 3. Пистолет 2. Пистоль 3. Кликаю. 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 О, наконец-то появился пистолет 1. В общем, все работает. Вот у меня 3 вещи, мне какие-то раздают. Кстати, в настоящей игре вы, конечно, должны, наверное, проверять, есть ли у человека такой уже инструмент или нет. И возможно, в некоторых играх вам нельзя будет давать один и тот же пистолет 2 раза. Так что проверяйте, добавляйте условия. Мы все это рассматривали в других уроках. Если что, спрашивайте в комментариях. Вам кто-нибудь поможет. Так, ну а для тестирования вот этой мордочки Пеппи, нам нужно запустить тест, допустим, на 3 игроков. Запускаем. Чтобы 3 игрока подключилось, один из игроков будет кликать на этот парт. И одному из 3, в том числе и тому, кто кликает, может повезти. Ему дадут пистолет 1. Сейчас запустился тестовый сервер. И сейчас загрузится еще 3 игровых клиента. Вот, ждем. Сейчас загрузится. Так, первый подгружается, второй подгружается, третий. Сейчас они подключатся к моему тестовому серверу. Кстати, как тестировать игру и отлаживать? Смотрите, у меня специальный плейлист есть. Про отладчик в Роблоксе. И про то, как тестировать для многих игроков. Так, сейчас игроки подключатся. Вот, здесь уже подключились, здесь тоже подключились. Видим, что 3 игрока есть. Кстати, у этого клиента они были не подгружены, у этих подгружены. Все как в настоящей жизни. Так, ну давайте теперь кликаем. Каким игроком? Игроком 1. Кликнул. И вот он у нас получил. Видно, что игрок 2 и 3 ничего не получили. Давайте теперь вторым игроком кликнем. Вторым кликнул, а пистолет у нас получил... Игрок номер 3. Ну и давайте я теперь этим третьим игроком буду кликать. Раз. Вот видно, что здесь получил. Еще кликаю. Видно, что здесь получил. Еще, еще, еще. Кому-то очень везет. Да. Этому игроку очень сильно повезло. Хотя шансы в принципе равны. Ну уж такие случайные числа. У нас в Роблоксе. Нажимаем Cleanup, чтобы закрыть все эти 3 клиента. Все работает прекрасно. Закрывается тестовый сервер. Так. Ну что. Я хочу сказать, что подписываемся на канал. Ставим лайки, колокольчик. Шлем донаты. Следующий урок по плану магазины. И отдельно будет еще урок про Game Pass. Спросили. Про Game Pass может быть я и отдельно сделаю. Потому что он сильно проще. Чем про магазины. Всем пока. Ставим лайк.